В этом случае я собрала исключительно в вашей сборнике и здесь, кто еще не видел, может познакомиться. Конечно, мы очень рады, что у нас есть такое богатство. Богатство хоть мало, в принципе не мало, для поиселка мне кажется очень даже хорошо. У нас очень хорошо работает наше литератно-художественное объединение, поэтому мы рады, что он был у нас есть. Талант поэта – умение выразить свои мысли образно и изящно. Мы восхищаемся мастерством известных поэтов, не только известных, но и ваших учеников. Наслаждаемся их творчеством. Существует и памятная дата – День поэзии. Из всех искусств первое место удерживает за собой поэзию – писал Кант. Поэзия вне времени территориальных границ. Она проникает в сердца людей и задевает самые чувствительные струны. Она обращается к нашим эмоциям. Поэзия является свидетельной официальности человеческого бытия. За рамки бесчисленных используемых для его описания средств. Писала Кодра Азуна, генеральный директор Мекс. Дата Всемирного дня поэзии, чиксированная ежегодно в праздничном мероприятии, в его честь, проходит 20 марта. Вопрос о праздновании был рассмотрен в ЮНЕСКО. Большое внимание уделили роли поэзии для поддержания языкового разнообразия, сохранения исчезающих языков, а также объединения людей разных культур. Новая дата, учрежденная в 1999 году на 30-й Генеральной Ассамблее ЮНЕСКО в Париже, стала 21 марта. Немножко традиция. В этот день открываются двери и проводят различные мероприятия. Библиотеки, литературные музеи, поэтические объединения, театры. Устраивают поэтические концерты, на которых выступают современные писатели. Фестивали, конкурсы, форумы. Проводят марафоны, где все желающие могут прочитать стихи, свои стихи для известных поэтов. Часто к этой дате приурачивают презентации поэтических сборников. Ну и несколько интересных фактов вне поэзии. Если пересчитаете гонорар Александра Сергеевича Пушкина, который он получил за свои произведения на современные рубли, он составит 23 миллиона рублей. Томас Лермонт, или этот, как его называли еще, Томас Рифмач, банк, живший в Шотландии в 13 веке. Что интересно, он также является предком двух известных поэтов – Джорджа Байрона и Михаила Юрьевича Лермонтова. Послушайте дальше. Предок первого – королевский адвокат Гордон Байрон в 16 веке, божженат на Маргаре Лермонт. В 1613 году пленный поручик польской службы Георг Лермонт принял православие, поступил на службу к русскому царю Михаилу Федоровичу и стал под именем Юрия Андреевича, родоначальником русско-дворянской фамилии Лермонтова. – А я думала, это французская, я не знаю. – Ну, что-то французская. – Ну, да, я хорошо понял. – Болосота Англии. – Ну, наверное, вы уже знаете этот факт. Знаменитая в святой линии Пушкина «Я помню чудное мгновение» посвящена Анне Керну. Впоследствии композитор Геринка положила его на музыку и посвятила роман своей дочери Екатерина Керну. Ну, в конце. Самые древние стихи были написаны в 23 веке до нашей эры и принцессы Энхи-Гу-Анна, дочери основателя Акадского царства Саргона. Звездопадом усыпано в вечности, В целом жизнь и ее мгновение. От рассветной зари и беспечности До заката души волнения. Листопада волшебными красками, Красотой наслаждаясь временно, Резвясь сумасшедшими плясками, Себя наполняем поэмами. То в душе святое песнопение Это есть поэзия или нет. Оно с тобою в горе и печали И в радости, и в жизни в каждом дне. С самого рождения в начале До самого конца в твоей судьбе. За Россию, за ее народ, За богатство языка, За ресурсы и за ее просторы, Ленты рек, что окаймляют берега, Голосуешь и за мир, что в мире Только мир господствовал всегда. Если с породнением народа, С нерушимой верою навек, Каких не участвовали в спорах, Главным был бы прежде человек. Мечта, любовь и вера наша, А повела нас за собой, Наш кормчий Осипова Саша. С надеждой мы, Уж по десять лет, Теплы и плодотворны встречи, Порой нам вырубают свет, В ответ мы зажигаем свечи. У нас зависти и злобы нет, Мы даже в помыслах едины, И черпаем духовный свет В стихах убраждены. Сбоку вы кричите. Как ни молись, да селеви, Нам не дано увидеть снова Мурасова, Маслиева, Хабарова и Кузнецова. И Копцевой Наташи нет, Но песни и стихи остались, И бьет родник, не гаснет свет, И клен с ольхой о них шептались. Они теперь в своих стихах, Ведь жизнь она такая штука, Живут они в своих делах, В друзьях, родных и внуках. Когда весны полна душа, И сразу строчки на мгновенье На лист ложатся не спеша. Душа ликует у поэта, Ее пленила красота, Божественной лазурью света, Где покоряет чистота. Музыка 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 Музыка